Я вот наблюдал за тем, как работает детский YouTube, который выдаёт контент для детей. Я видел много неплохих образовательных мультиков, которые мне самому было интересно смотреть, где в красивой форме раскрываются самые разные вопросы школьной программы и так далее. Но есть и жуткие мультики, просто полный трэш, и YouTube выдаёт и то, и другое для детей. Некоторые родители ограничивают ребёнка от потребления информации, а некоторые, наоборот, дают как соску. Пусть сидит, развлекается, мы будем заниматься своими делами. Как гаджеты в таком цифровом потреблении влияют на ребёнка? То есть, когда можно, когда нельзя, стоит ли ограничивать, с какого времени это начинать? И когда вот этот вред от потребления гаджета информации перевешивает потенциальную пользу, которую ребёнок может получить от, опять же, хорошего контента? Ну, в моей реальности нет хорошего и плохого контента. В моей реальности есть цифровое потребление. Детский мозг иначе формируется в цифровой среде. Это отдельная большая история. Я книжку «Счастливый ребёнок» как раз описал про эти все принципы, которые... Почему ребёнок, его мозг не может сформироваться естественно, если он не получает естественных раздражителей? Вот. А крошка СДВГ, все эти цифровое слабоумие и так далее, как бы сказать, факт медицинский. Дети до 14 лет находятся в сети постоянно. В России 40% детей практически постоянно находятся. А забавно, в США 41%, а в Европе, в Германии, в Франции 6-7%. То есть, там более в этом смысле культура, ориентированная на детей, им больше делать нечего в прекрасной Европе. Они занимаются с детьми, и они тратят время на детей. А, и меньше детей. Америка и Россия. Нам, как бы, дети у нас так официально заявлены, как большое счастье, но это, как мы понимаем, не так. Молодые родители уже в люльку суют айпад, чтобы ребенок смотрел на движущиеся картинки. По сути дела, на детей нет времени. И в Америке еще просто, мы этого не понимаем, у них очень большой уровень бедности. Ну, то есть, он очень специфический, такой американский. То есть, у них есть дома, у них есть еда. Но в целом они ничего не могут себе позволить. Они не могут ничем заниматься. В кредитах. Да. И что они делают? Они сами сидят в социальных сетях. Ну, то есть, в этих, в дешевом контенте. И детям дают. Поэтому, почему я считаю, что это чрезвычайно важно? Значит, опять же, учитывая победивший научный дискурс, тренд и вообще все на свете про сетевую структуру мозга, значит, мы видим, и эти исследования есть, мы их тоже, ссылки можем привести. Значит, локализационные клетки мозга рождаются. Мы же рождаемся. Наш мозг меньше, чем у взрослого человека. Но клеток там уже столько же. Начни, их больше. Они еще вымрут. Вот. То есть, клеток больше, мозг меньше. За счет чего он растет? За счет увеличения количества связи между клетками. Изначально у клеток очень короткие связи. Ну, то есть, вот они с кем ближе лежат, с тем они как бы и контактируют. Ну, там клетки зрительной коры контактируют с клетками зрительной коры, клетки двигательной коры с клетками двигательной коры. То есть, надо, условно говоря, ребенок, который руками, ногами не может пользоваться. Все пока находится очень... В зачатывающем состоянии. Да, связи. Они все локальные. И дальше происходит построение сетей. Когда для выполнения сложных функций одновременно должны быть вовлечены клетки разных зон коры. И они должны прорасти друг к другу через все в ткани мозга, где параллельно все растет. И они должны друг с другом пожениться. Они должны вместе сойтись. Все это продолжается до 25 лет. До 25 лет идет рост. Вот эти клетки продолжают друг друга обильно искать. Потом уровень вот этой пластичности падает крайне существенно. Там действительно можно перепоручить какие-то функции. Другим зонам мозга на это можно взять. То есть, это большое количество разных действий. Писание, хождение, стояние на голове, поездка на велосипеде, я не знаю, ругание с соседом по песочнице, одевание горшка на голову. Все эти действия – это различные способы тренировки, когда должны эти зоны мозга скоммуницироваться для того, чтобы выполнять сложные конструкции. Ко мне читают книжку, я сижу, я же должен интерпретировать речь, речевой центр. Я должен вообразить то, что есть. Я должен активизировать зрительную кору. Я должен услышать голоса этих персонажей. Я должен эту слуховую кору. Я должен увидеть, что есть развилка. Куда идти? Туда пойдешь, коня потеряешь. Здесь жизнь. Это лобная кора. То есть, все это должно включаться. И оно вот так все включается. И у нас формируется здоровый мозг. Что происходит в конструкции, при которой мне дали гаджет, в котором есть двигающиеся картинки? Там есть фиксация моего внимания, как обычный примат, которому мы начали резко что-то показывать. И вот он, собственно говоря, в этом фиксируется. Дальше я запоминаю какие-то образы. Мне они становятся интересны. Покажите мне еще. Динамическая стереотипия возникает. И вот связи моей коры. Много функционала в него вовлечено. Ребенок рождается. Он же ходит. Он все ползает. За все места залезает. Он все щупает. Почему? Ему надо 3D-модели создать в мозгу. Учиться взаимодействовать с окружающей средой. Насколько это возможно? 3D-модели. Потому что у нас плоская сетчатка. Мы видим изображения плоскими. То, что они у нас объемные, это потому что мы их научились, пощупали и создали внутри головы 3D-модели объекта. Соня у меня была маленькая. Ну, в нее еще не ходила. А у меня волосы были большие. Программа вел там волосатые. И она делала так. Она брала кипы волос моих, вот так вот, схлопала и вот так вытягивала. То есть ей было фантастически, что большая куча, она же видит, что тут такой объемный, можно схлопнуть и вытянуть. Ну, то есть, я строю модели, 3D-модели мира. Ну, необыкновенная важность вот того, чтобы этот мир взять во всех как бы исполнениях и так далее. И гаджет, который, ну, просто он иммобилизует. И понятие цифрового слабоумия, это не мое термин, да, digital dimension, вот, его там много ученых этим занимается. Когда вы можете что-то предсказывать, лучше про это думать заранее. Ну, вот, потому что будет слишком поздно. Нужно разгребать последствия, которые наступили. Вот, поэтому, если говорить про ограничения, они в целом есть. Раньше всегда считалось, что до 3-х лет нельзя пользоваться гаджетами. Если вы посмотрите просто сроки миллионизации основных зон мозга, то вы увидите, что они все идут до 4-х лет. Миллионизация, это, по сути дела, создание фундаментальных связей между разными областями мозга. Поэтому до 3-х лет нет гаджетов. Ну, вот, сейчас, как бы, уже все, понимаешь, сдаются. До 2-х лет пишут. Ну, как бы, ну, можно все, что угодно говорить, но 5 есть, то есть, 3 есть 3, и тут сроки миллионизации не ускоришь, к счастью, потому что иначе все отупеют. Как раз эта длительная миллионизация дает нам, возможно, сложно все создавать. Если бы быстро все миллионизировали, ну, были бы просто как приматы. Посидел в гаджетах все. Да. До 3-х лет шимпанзе обгоняет ребенка по интеллектуальному развитию. У нее уже все миллионизировалось, она может кучу функций выполнять. А у ребенка пока еще растет, он пока одно с другим сопряжет, так сказать, заготовка даже к обезьяне, а не к человеку. А в 3 года вдруг резкий скачок. Миллионизация завершилась ключевых зон. Двигательных, зрительных, там, и так далее. Сейчас же вот этот вся... Мы дико современные, мы сейчас всем всунем, значит, ребенку. Ну, так вы ему и беспиртное дайте заранее. Ну, а чего? Почему спиртное нельзя давать раньше времени? Ну, там, раньше 18 лет. Это вообще сейчас поднимает до 21. 21 год начинается миллионизация тех отделов, которые будущее способны программировать. Ну, как бы, ну, естественно, ты должен предполагать, что ты, если напьешься, ты можешь что-то натворить. Да? Ну, там, они напиваются, у них еще нету, так они, там, изнасиловали кого-то, сами что-нибудь натворили, там, и так далее. Ну, вот, почему мы... Почему гаджет можно дать, который, ну, как бы, точно так же имеет ограничения по миллионизации, вот, а алкоголь нельзя? Я не понимаю. Почему? Давайте всех сразу тяпнем, и за экран, и вообще просто все будет... Я видел интересное исследование по детям, им показывали лица шимпанзе, по-моему, это было 2 года, и они могли распознавать самые разные лица обезьян, там был набор из 12 обезьян, и освоили этот навык. Но если он не подкреплялся некоторое время, там, как раз по протяжении 3-х лет, детки уже не могли это делать. А дети, которым не давали лица, они вообще не распознавали лица шимпанзе уже по достижению вот этого возраста, как раз миниализации. У нас есть специфическая зона, отвечающая за распознавание лиц, и есть периоды вот эти вот, когда критические, когда этот навык должен быть формировал. Ну, знаменитые Визель, которые получили Нобелевскую премию как раз за исследование клеток зрительной коры, они кошкам завязывали, они были в темноте, и потом их помещали в помещения, в которых были только или горизонтальные, или вертикальные полосы. То есть, если кошка не видела, котенок никогда не увидел, там, в основном, вертикальные полосы, то она потом в реальности не видит ножки стула, да, она будет стукаться в это все. Вот. То же самое и с людьми происходит. Почему китайцы всем на одно лицо, почему негроидная раса всем на одно лицо, почему мы для китайцев на одно лицо, потому что вот эти специфические особенности лиц, вот, они фиксируются в молодом, в очень детском возрасте, да, там, до трех лет. У меня в детстве все вокруг были монголоиды, ну, с кем я больше всего времени проводил, вот, и я в монголоидных лицах вижу все разные, вот, а европейцы, ну, как бы, для меня задача запомнить лицо, ну, то есть, особенная сложность. Есть эти критические периоды, и в них должно происходить то, что должно происходить. Если будет происходить что-то другое, а насколько там вообще все, там, даже если про лица взять, детских этих персонажей, ну, там, ну, не бывает таких лиц. И потом мы удивляемся, сейчас будет новый же диагноз еще.